Да, но я из этого сделал казино. Хорошо, тогда не нужно, если не умеешь. Легкий ответ. Нет, я хочу. А что делать, если не получится, и все сдохло? Ты все, ты обнулился. Ты будешь смотреть, блин, уже не 250, а 220. Здесь просто на яйцах похуй, бам, нажал вообще. А я, кстати, вот так и сделал вчера. И самое главное, майнил, у меня была ферма, влетел на все кредитные деньги, взял кредит на 2 или 3 миллиона рублей, что ли. Я не работаю уже полтора года, блядь, и до этого. Ну, прикинь, мы умрем, короче, а эта интервьюшка останется. Может, там кто-то смотрит вообще из наших родственников. Я даже, знаешь, о чем думаю? А нет, если хотят делать казино, пусть делают. Они думают, что здесь можно заработать. Привет, привет. А вот я, честно говоря, о тебе ничего не знаю. Я просто видел пару мемов с тобой. Мне очень понравилось вообще. Ну, ты мне показался вообще челом, которого я нигде не видел. То есть, я реально по чатам, я сижу во многих чатах. Я редко вижу таких людей. Можешь вообще как-то сам представиться, рассказать о себе вообще, чем ты занимаешься. Может, там, последний год, два, что вообще происходит. Как, знаешь, сам представиться. Потому что я просто тебе знаю, что ты какой-то мемный чел. Ну, мемом меня назвали... Да, всем привет, Волан. Мемом назвали с гримасом. Потому что была лютая история. Как раз-таки она уже длится, наверное, полтора года. Паблик Одиссея запустил... Вернее, сам Одиссея запустил токен гримас. И я туда влетел на все кредитные деньги. Взял кредит на 2 или 3 миллиона рублей, что ли. Вот. И все это писал в чат, блядь. И там цена очень жестко падала. И я каждый день писал в чат в этих словах. И оттуда вот я и вылез и стал мемом. А так вообще я с 21-го года майнил. У меня была ферма. Эфир тащил. Ну вот. Ну и, наверное, так в Ребюту пришел. Там много чего рассказывать. Точно. Так, сейчас у меня уже прям много к тебе вопросов появилось. Вот чтобы вы понимали, я, короче, претендую. Я еще так нервничал, что все ли будет нормально. В 1.0 успеем. Все. Успел Волан, и он заходит такой. Начинает сразу с истории. Я сегодня просыпаюсь. У меня прибыли 8 тысяч долларов. Сейчас какой-то там убыток. Можешь вообще рассказать как-то, знаешь? Я сейчас скажу. Для меня это большая сумма, существенная. Можешь там... Для меня тоже. Последние деньги. Можешь вообще как-то рассказать вот что-то про последнюю жизнь свою? Ну вот что ты сейчас делаешь? Откуда у тебя эти 8 тысяч долларов? Как ты торгуешь? Почему у тебя был прибыль 8 тысяч долларов? Сейчас убыток 8 тысяч долларов. Что это вообще такое? Честно, я не знаю, откуда у меня деньги, блядь. Они всегда появляются. Я не работаю уже полтора года, блядь. И до этого, блядь, я получал зарплату 50 тысяч. Я не знаю, откуда они берутся, блядь. Они просто появляются. Ну, наверное, потому что у меня долгов перед банками. Там больше 5-6 миллионов, да? Или нет долгов. А, твои долги, кстати, увеличиваются постепенно перед банками? Может, ты знаешь, просто, понял, добираешь кредитами. И вообще, потом расскажешь про твои долги. Стоп, у тебя долги на 6 лямов? Ладно. Давай вот... Долги у тебя увеличиваются, хотел узнать? Ну, они есть. Конечно, увеличиваются. Или их просто нет. Здесь я уже не буду ничего говорить. Но они есть. Вот. Как у всех нормальных людей, они всегда есть и будут. Забился немного. Напомню, о чем я говорю. Так, я говорю, что у тебя долги. А ты сказал, что они у тебя увеличиваются. Ну, просто ты сказал, знаешь, что ты не знаешь, что у тебя появляются деньги. Про деньги, про деньги. Да, я предположил, что, может, ты просто, ну, добираешь кредитами. Это мое предположение было. Или как? Да. Это так и есть. Всегда идет добор, жесткий добор. Ликвидируешься и берешь еще. Идешь лудить, дай бог получится. Делаешь там X2. Возвращаешь обратно. Вернул. Сидишь довольный, короче. Хуяк, опять тебя убило. Что-то случилось там, блядь. И по Израилю ударили. Кровь потекла на рынке. И ты такой, ага, ну, я же нестекаемый источник золота, пойду еще возьму. Только уже не под 15%, не под 20%, а под 30%. Примерно это так выглядит. Вообще, ну... Ага, извини. Вообще, как бы, сначала были остатки с того самого гримаса. Потом я поехал на работу на север, заработал денег, въебал их себе в крипту. Вот. И тоже. Хаймани. Они сгорели. И дальше сижу, все убило. А ты сказал, у тебя сейчас последние деньги. То есть, ты что, получается, ты всем депозитом в какой-то позиции фичерсной сейчас стоял утром, по крайней мере? Верно я понял? Я стою уже четвертый день, все эти дни падений. У меня было на балансе позавчера 50 тысяч долларов, меня, нахуй, ликвидировало. Позавчера я взял еще двадцатку, пошел кредитнулся, закинул. Вчера опять почему-то все падать начало, блядь. Я уже не знаю, где этот отскок, меня начал разматывать. Позиция, что, у меня просто биток полторы тысячи долларов с двухсотым плечом. Эфир полторы тысячи долларов с двухсотым плечом. Ну, это моя стандартная тема, фишка. Я торгую только на двухсотых и всем депом. Вот. И почему была прибыль плюс восемь тысяч? Я утром проснулся, все отскочило. И я мог зафиксироваться. Вот. Было бы плюс восемь. Или хотя бы стопы поставить какие-то, не знаю, минимальные. Ой, плюс шесть, то есть. Я этого не сделал. Вот. Буквально прошел час или полчаса. И прямо сейчас, тупо, смотрю по балансу, да, минус семь восемьсот уже. Ну, биткоин прямо сейчас сыпется, пока мы разговариваем. Почему-то падает. Я правильно понял, что вчера у тебя было 50 тысяч долларов на балансе именно реальных денег? Не позиций, понял? С плечами. А, ну, условно, кэши, если бы ты их закрывал. Да, да. А, ликвидировал, конечно. А можешь как-то объяснить, может... Я тебе скажу, это нормально. Я вот у многих людей знаю, у многих такая проблема, что кто-то, да, прибыль не фиксирует. То есть, наверное, ты слышал же, не байки, на самом деле, которые не байки, что реально, ну, большинство в минусе, у большинства не получается торговать. Можешь как-то, может, объяснить, как с твоей стороны, почему так происходит? Почему ты не фиксируешься? Почему ты не ставишь, там, take profit? Ты относишься к этому несерьезно? Или вот почему? Как ты думаешь? Нет, к этому все относятся всегда серьезно. Есть понятие трейдерский паралич. Это первое, когда тебя начинают разматывать. Например, как сейчас вот там, прям сейчас падает биткоин, жестко падает. Ты мне позвонил, у меня было минус 3 тысячи в новой позиции. Сейчас уже минус 6 с половиной. Мы разговариваем, и там происходит пиздец. И вторая черта, что ты всегда веришь и надеешься, и молишься, и ждешь. Ты всегда думаешь, ты всегда отскочит в БУ, и поэтому ты не закрываешь минус. Откуда все это идет? Это простая лудомания, это отсутствие риск-менеджмента, мани-менеджмента, и понимание того, где ты хочешь зафиксироваться, как ты должен зафиксироваться, и сколько тебе надо. Проще говоря, у нормальных трейдеров, у них сразу, когда они берут позицию, у них сразу есть тейки промежуточные и стоп. И им вообще похуй, сколько там будет и не будет. Главное, чтобы это был либо стоп, либо 1-2 тейка, чтобы 1 к 3 был. Тогда ты никогда не потеряешь все свои деньги, у тебя может быть 15 убыточных сделок, а потом у тебя будет 3-4 профитных, и ты выйдешь как минимум в БУ. Ты не просрешь все, что у тебя было. Я бы, кстати, хотел уточнить, я вот сейчас слышу речь грамотного, серьезного человека, который полностью рассказывает чуть ли не ключ к успеху, который, да, действительно, он требует дисциплины в сложности, но ты это понимаешь, но почему тогда ты это не делаешь? И притом, знаешь, у меня, условно, есть друзья, которые, знаешь, там, ну, условно, он зарабатывает на другом, но он берет и, допустим, на фичи просто, условно, играется, там, для него это 1000 долларов, условно, ничего, да, или также с мемами, вот все остальное, понял, которые относятся к этому, условно, несерьезно, просто потому что могут себе позволить. А ты же, вроде как, хочешь заработать, все остальное, и ты сам вот это понимаешь? Ну, вот все свои ошибки буквально ты описал. Знаешь, я хотел тебе вот то же самое сказать, но у меня, скажем так, не хватало, наверное, да, каких-то знаний, вот сказать вот то же самое, что ты сказал. А почему ты, как думаешь, ты этого не придерживаешься, и многие люди этого не придерживаются? Держиваются. Вот. Ну, я-то там скрин кинул прямо сейчас. Ну, смотри, утром было, конечно, все приятно. Очень-очень грустно смотреть на то, что происходит, пока мы разговариваем. Я начинаю нервничать вдвойне. А почему? Первое. Да, я все это очень прекрасно понимаю, я все это очень долго изучал. По трейдингу вообще я ни хера не смотрел именно по всяким фигурам, теханализам, все это полное дерьмо. Я считаю, тут рынок сейчас другой. Вот. Почему не работаю по мани, менеджменту, риск, менеджменту, хотя я сам об этом говорю, я осознаю. А вот не знаю. Но ответ у меня есть. Скорее всего, первое – это жадность. Второе – это, опять же, жадность. Ну, типа, сейчас мне точно повезет, я азартный человек, сейчас точно я возьму вот эту сделку, и она не вниз пойдет на 8 тысяч долларов, прям как сейчас, а именно вверх. Но всегда, когда ты ее берешь, всегда, 100%, почему-то идет в обратную сторону. Почему? Потому что когда идет в плюс, и ты видишь уже какую-то сумасшедшую для себя прибыль, ну, примерно это тысячи долларов, это зарплата, да, там средняя месячная, ты это тейкаешь, а позиция может улетать выше. А вот когда тебя разматывают в обратную сторону, у тебя показывают минус тысячи долларов, ты сидишь и такой, ух ты, это очень большие деньги. Ладно, я дождусь БУ. Как раз тот самый трейдинговский паралич, потом тебе минус 2, минус 3, минус 4, и ты все ждешь. И ты не можешь выйти из сделки из-за этого. Да, ты хотя бы минус 2, потом тебе дает минус 2, ты такой, блин, 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 не могу, ладно, 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 но опять минус 4, и ты такой, все, теперь точно на минус 2 закрою, оно тебе уже больше не дает, потому что твой депозит, ну, тебе может не хватить, маржи просто убьет. Если тебе повезет, ты выйдешь в плюс, ты там, не знаю, даже закроешься, ты сам себя будешь умолять каждый день, ложась спать и так далее. Я больше так не буду, я буду ПРМ, но как только ты, блядь, тебя именно этот день вытащит, спасет каким-то чудом, ты опять, короче, начнешь, да сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Обычная лудомания, обычная болезнь, обычное казино, гемблинг и все. А, извини, еще раз, если у тебя получится без мата, вот было бы идеально, но это не критично. А, хорошо, хорошо. Как сказать, сейчас я еще тебе пару вопросов задам. У меня минус миллион рублей, прямо сейчас, пока мы говорили, извиняйте. Да не, бро, все нормально. А ты не думал, например, вот у тебя сегодня было утром 8000 долларов, и стараться как-то чувствовать вот эти деньги, представь, вот я еще хотел бы потом сейчас затронуть эту тему, если ты не против будешь поговорить, даже можешь, знаешь, скользь отвечать на часть вопросов, да. Ты говоришь, я вот слышал в чате, что у тебя есть жена, представь, если бы, допустим, ты с восьмеры, 1000 долларов вывел бы там, ей бы что-то подарил, купил, и почувствовал как бы деньги, прибыль, вот что-то такое, ты не практикуешь, что вообще по этому поводу скажешь? И как вот, например, относишься жена к твоим кредитам, поддерживает ли она тебя? Вот такой большой вопрос, еще что буду уточняющий задавать. Практикую, конечно, выводить всегда нужно, но так как есть какие-то рамки, которые тебе надо срочно, как говорится в моем случае, отбить за работу, ты идешь all in. Вот у меня есть там цель, да, чтобы, так сказать, рассчитаться со всеми людьми, мне нужна N-ная сумма, к примеру, там 100 тысяч долларов. И вот пока есть возможности, какие-то там, любые, вот, я буду играть в этот ящик, пока я не набью вот эту точку, если это случится или когда. А я скажу, вот, ребята, все, тебе, 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 больше мне в жизни не давайте. Поэтому я просто сказал, что я буду делать то, что я считаю, как я считаю, я понимаю, что я не прав или еще что-то, но надо делать именно так, как я делаю. А ты не думал, кстати, вот еще вот то, что у тебя было сейчас 50 тысяч долларов вчера, условно, знаешь, вывести такую десятку, чисто вот на спокухе, и понял, отдать всем не сразу за раз, а вот стараться такими, понял, малыми действиями. И еще вот как раз я про долги хотел узнать, не беспокоят ли тебя люди, скажем, которые в долг, у которых ты взял, да? И что вообще скажешь по поводу, ну, торговли на заемные средства? Это, она отличается, когда ты торгуешь на свои деньги? На заемные средства, ух ты, просто жестко сыпется. Раньше отличалось, это не моя первая ликвидация, это, наверное, уже шестая, сейчас будет, видимо, седьмая на фуллбет. Как все печально, очень печально вообще. Вот. Первые два раза, да, там, руки прислесить и так далее, потом уже, знаешь, какой-то иммунитет вырабатывается, как на войне. То есть, а, было уже, проходили, ничего страшного. Вот. Отдать, и что ты отдашь, десять. Потом ты обратно попросишься. А если отдавать, у нас сразу все отдавать. Вот когда будет все, тогда и все. Ну, это постепенно, понял? Значит, нет. То есть, тогда ты, смотри, если бы ты с пятидесяти, смотри, если бы ты с пятидесяти десятку отдал, у тебя бы сорок осталось. Я скорее к этому. Понял, что я имел в виду? Про жену, кстати, ты не сказал, как она поддерживает тебя, как вообще? Как у вас вообще все происходит? Жена, может, у тебя работает, или ты полностью содержишь семью? Как вообще? Супруга работает, все у нее хорошо. Как относится? Нормально относится. Поддерживает. Желает удачи. Очень часто, 99,99% всегда была права, когда подойдет, у нас спросит, там, как дела? Обозначить цифры. С тремя нулями иногда даже. Долларовый каваленте. Она говорит, срочно все фиксируй. Говоришь, нет, я разберусь. И вот это, это были самые золотые слова. Это было правильное решение. Но мы живем, мы очень счастливы. Я справляюсь. Я, несмотря на все вот эти вот круговороты, сейчас вот, наверное, сколько уже прошло, минут 17 нашего диалога, кажется, что один негатив. Все охуительно, можно посмотреть мой канал, как я гуляю, отдыхаю, как я ликвидируюсь. Я, ну, меня очень сильно разматывают, но я очень счастливый человек в своей жизни, наверное. И только это меня держит на плаву. Кстати, знаешь, это вот очень дорого, то, что ты сказал. У меня есть друзья, представляете, миллионеры. Там мы, прям, я представляю, вот, допустим, я помню, у меня друг прилетел как-то, он с Москва-Сити прилетел, буквально там на час. Или, ну, я встречаюсь с ним в ресторане, он, все, все, сто оплачен, я туда захожу, там всякие устрицы, я ему, он говорит, роз. Ну, вообще, круто, это счастливый человек, а он не счастлив, да, имея там, ну, все, что можно. Это очень просто практика, да. Вот, я еще, знаешь, хотел у тебя уточнить, знаешь, как будто вот, сеанс, как будто я твой психолог, секретарь, можешь как-то проанализировать? А, кстати, вот, ты знаешь, очень важный вопрос, ты вот говорил, то, что ты не фиксировал сделки, рассказал очень много негатива, да, ну, про ликвидацию, еще что-то, а были ли такие моменты, когда ты вот взял такой, нифига, прибыль там, двадцатка баксов, двадцатька, а я зафиксирую, можешь рассказать про такое? Конечно, конечно, было, нет, всегда было, всегда что-то фиксирую, глобальных покупок я для себя никогда не делал, я себе айфон только купил в двадцать втором году, первый раз в жизни вообще, когда я перешел на айфон, до сих пор с ним хожу, 13 Pro Max, очень хороший аппарат, мне нравится, никаких шмоток, никаких пустых трат, там, знаешь, ну, представь, что-то холост, как там, секс и виски, что-то там, кокс-карибский, не, вообще нихуя такого дерьма, никакого не было, траты все были только в семью, выводились деньги, это был хороший романтический ужин, за меня радовались, я радовался за то, что меня радуют, за меня рады, я люблю делать подарки, любые, абсолютно неважно, сколько это стоит, как это сделано, главное, что это подарок, от чистого сердца, вот, но всему этому благоприятствовал, да, то, что там какой-то был профит, и ты, ну, приносишь это в семью, помимо того, что ты работаешь, вот, один случай из жизни, это был 21-й год, это был сентябрь, октябрь, это был ноябрь, только-только-только начиналась бычка, я только начинал майнить, наверное, месяца два, и я нашел какую-то игру, я очень хорошо играю в онлайн-игры, я, ну, громко сказано, бывший семи-про по КС, вот, очень был близок, чтобы выйти на сцену, профессионально, но в армию забрали, вот, и, короче, была какая-то игра, онлайн, каждую субботу в нее можно было играть, чтобы поиграть, надо было заплатить 45 матика, по тому курсу, это что-то 95 долларов, по-моему, игра длится 11 минут, сайт назывался Eleven Game, вообще, пошла эта тема после игры в кальмара, и вот у тебя запускалась игра, и у тебя 11 минут, знаешь, например, сабвейсер, у тебя перс бежит 11 минут, ты должен просто, ну, как можно дальше и дольше пробежать, вот, потом была еще какая-то там игра, дорогу перебегать, и у тебя, типа, машины должны забегать, вот, я, короче, все эти игры, ну, задрот, для меня это очень легко дается, я мог играть, я тоже там начинал, правильно я понял, или не совсем, типа, на блокчейне, да, ну, ты просто покупаешь, минтишь NFT билетик, все, все, понял, 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 понял о чем ты, да, с этим билетом ты мог, типа, сыграть одну сессию, вот, и я зашел, короче, блядь, сыграл, а тогда получилось нафармить бабла, тысячи триньевять долларов с майнинга, я их еще не выводил, даже не знал, как просто у меня были какие-то эфириум, я вообще ничего не понимал, но я знал, что можно их что-то поменять там, думаю, ладно, что-то 200 долларов поиграю, я там работал, думаю, хер с ним, я даже не знал, что деньги выводить, может, для меня все это еще игрушки были, и я такой хуяк сыграл один разок, блядь, что-то пять минут продержался, меня убило, мне стало интересно, я сразу просто не раздумываю, 20 билетов купил, вот, отыграл 10, посмотрю по лидерборду, там, в топ-10, один аккаунт попал, остальные нет, пошел, правила почитал, что за херня, короче написано, первое место 80% от всех взносов, второе там еще сколько-то, третье еще сколько-то, и все остальные места до 25-го награждаемые, ну и что я сделал, я купил еще там 10 билетов, и все 25 аккаунтов, топ-25 были мои, я с одного раза вынес 12 тысяч долларов, я так двое выходных делал, игры были легкие, у меня получалось, потом проект закрылся, и вот так, к чему я себе говорил, первый раз, когда все это сделал, я тут же снял 3 тысячи баксов, нашел, как это сделать, и купил тогда супруги, прям день в день, блин, нашел курьеру, чтобы он, хуйня, откуда ко мне приехал, ей телефон, что-то Samsung Galaxy S21, или S20, тогда новый был в том году, я не помню, просто, блин, она просыпается, я как псих такой забегаю с ежницей, ну, вот тебе завтрак, ну, для нас нормально, играет, вот тебе подарок, и человек был просто в шоке, вот, и это был первый опыт такой крипты, наверное, когда я понял, да, что сюда можно идти, здесь интересно, но, наверное, сложно, но потом было еще много историй, поэтому, да, в семью, я всегда тащу, всегда тащу в семью, просто, перевью, извини, я никогда не могу закрыть в минус, и почему, ты говоришь, у тебя почему 6 тысяч, 5 тысяч, 7 тысяч, вот у меня сейчас было 10-20, у меня скрин на телефоне есть, минус 400 всего лишь, прямо сейчас я сижу, минус 6900, 10 минут назад было, нет, 5, было минус 11, вот, а потому что нету цели, я не знаю, когда закрыть, потому что я всегда верю, что выйду в БУ, а так я всегда несу в семью, конечно. Это очень правильно, я вот еще стараюсь, знаешь, выводить куда-то, условно, не из скрипты, вот куда-то, что будет мне приносить, например, деньги, ну, просто, пассивно, сейчас вот я еще хотел у тебя уточнить вопрос, вот, напомнить точнее, про, знаешь, как скажешь, вот с чего начнешь, с ошибок просто, вот если, знаешь, вот которые на протяжении всего твоего пути, ошибки, и вот то, что ты правильно делал, например, как ты увидел, да, игру, кто-то бы просто скиднул, а ты разобрался, и заработал там за выходные деньги, а знаешь, очень многие у меня друзья, я и сам иногда, знаешь, вот что-то нашел, разобрался вроде бы, а знания не применил, то есть ничего не сделал, это очень, очень интересная история, и самое главное, что ты и вывел бабки оттуда, то есть вообще, идеальная история, вот давай расскажешь, с чего начнешь с ошибок, с правильных своих действий, относительно чего, трейдинга или ресурс? А вообще, вот вообще просто вот в крипте, знаешь, вот то, что ты скажешь, вот твой путь в крипте, вот ошибки мои, такие основные, вот все мои, вот благодаря чему я зарабатывал, и может у многих будут такие, знаешь, ошибки? Мне кажется, только одна ошибка, я даже не знаю, как правильно трактовать, жадность, какая-то конченая жадность, это будет у всех, если прямо сейчас ты зайдешь в сделку, там, не знаю, купишь какой-то токен, увидишь, что у тебя прибыль будет, допустим, там, не знаю, 50 тысяч долларов, я сразу, я не знаю, сколько ты состоит на человеку, у тебя сразу в голове будет, так, вот, я живу с женой, мне 27 лет, там, на три года назад, вот, мне нужна двухкомнатная квартира, хотя бы, хотя бы, ну, уж ладно, полторушка, это стоит 220 тысяч долларов сейчас, а у тебя прибыль, там, не знаю, 170 тысяч долларов, что ты будешь делать? Конечно, ты будешь ждать, что у тебя сейчас срочно 50 тысяч прибавится, ну, представь, что у тебя огромная поза, и как всегда это все заканчивается, БУ или ноль, вот, поэтому ошибка, наверное, это жадность, потому что, вот, был второй проект, Крабада, я на нем заработал, ну, как, вернее, мог заработать, у меня на балансе лежало в моменте 350 тысяч долларов, плюс-минус, примерно месяц, игра жила, это была игра, это очень долгая история, у меня там на канале видос есть, проще будет людям посмотреть тот видос, быстрее, просто NFT-игра, у нас была нода Аваланч, Аваланч, это сеть в крипте, и мы видели транзакции быстрее всех, и за счет этого мы в игру играли быстрее всех, для этого пришлось найти разработчика и так далее, вот, и что ты думаешь, сколько я зафиксировал денег из тех денег? Ноль? Нет, я на Мальдиву слетал, самый-самый-самый топ. Ну, значит, двадцатку, фиксировался, 350. Да, 20 тысяч долларов, примерно, ну, и родителям отправил деньги, себе даже деньги не оставил, родителям отправил, там, тысячи, три-четыре долларов, ну, просто как подарок, и все. Все остальные 320 тысяч у меня лежали, потому что мне надо было 450, я уже две квартиры нашел, вот, и там игра, каждый день просто зарабатывал, в день я зарабатывал где-то 30-40 тысяч долларов, уже на самом пике, вот, и хуя к нам что-то пошло не по плану, и как бы зарабатывалось, но баланс стоял на месте, вот, а все просто, разрабы начали вечно продавать монету, а ее перестали откупать, сам понимаешь, пул ликвидности, да, у тебя... Да-да-да, я понимаю, еще просто приток людей уменьшился, я помню тогда эти... Нет, люди там были одни и те же, люди были одни и те же, просто кто-то первый начал быстрее всех выводить, когда уже сильно развился, и все, вот, и все, а почему я не выводил 350, потому что, да, мне надо было 450, я просто хотел, знаешь, как стратегию, миссию, ты прошел, у тебя написано mission complete, и ты доволен, просто поехать, не знаю, как эти деньги снять, это другой вопрос, просто чтобы, короче, у тебя хоп, и вот столько лежит, и ты такой хоп, вот, там столько юристов, чтобы тебя не посадили, и две квартиры, все, и такой, я больше в жизни в этой ничего не делаю, работаю в кайф, там, в озоне у себя под домом, здесь, не знаю, сижу в сериалы, смотрю людям, товарчики выдаю, потому что у меня все есть, у меня там две хаты, одну сдаю, не знаю, или просто продать жить на эти деньги, много вариантов развития событий, но суть в том, что ты все сделал, у тебя семья в пяти поколениях, таких денег в жизни не видела, и никогда в жизни, наверное, не увидела, если вот что-то не случится, примерно так. Вот жадность, ты очень прав, я недавно, то есть, сейчас, знаешь, сейчас расскажу историю, я клип снимал в Питере, остались у нас еда после рейстика, и я думаю, ну ладно, возьму себе домой, и так в шутку другу говорю, жадность никогда не бывает лишней, ну так в шутку, что я говорю, он говорит, а, нет, я говорю, жадность меня никогда не подводила, ну что, беру вот это, он говорит, но однажды подведет, но однажды подведет, как у тебя там позиция твоя, ты же ее смотришь прямо сейчас? Я смотрю на, да, я себе сделал чай, смотрю на монитор, мне очень обидно, что я долбоек, например, я не знаю, как сказать, это вот опять же, понимаешь, жадность и непонимание, непонимание рынка, вот сейчас мы обсудим этот момент, если интересно, я не знал, не мог знать, блядь, не мог догадываться, да, что он упадет, я тебе говорю, в 10.30 у меня был нереализованный пенель, минус там что-то 700 долларов, сейчас минус, прям сейчас, минус 8.500, то есть разница, да, 10-кратные деньги, и казалось бы, прям сейчас, я бы лучше бы отдал 700, естественно, но тогда я так не думал, вот, а я мог предугадать, что все вниз упадет, да хрен его знает, но надо же смотреть, оказывается, было обширнее, если рынок 3 дня разматывает, и новостной фон вокруг непонятный, ну это тоже, видишь, задним числом, тут задним, вот мне нравится, есть человек, я не помню, у него есть какой-то ТГ канал, и он шутит все время, аналитика передним числом, когда он, что-то пишет, а потом он сбывается, я забыл, как его зовут, но он олд, из Нарнии, сатоши биткоинов, не-не, какой-то другой, но что-то похожее, а сейчас я еще вот, а, вот я не рассказал, то, что S, знаешь, постепенно накапливает депозит, просто, то есть не одними сделками, то есть не одной сделкой, понял, LifeChange сделал, а просто эти сделки, там, их происходит, там, 3-4 условно в неделю, и так на протяжении месяцев, вот я тоже, но он, наверное, трейдер, нет, он арбитражник, вот, так, сейчас я еще, а, вот к чему я пришел, сейчас давай еще, ты, я помню, сказал про свой Теграм-канал, давай про него чуть позже поговорим, сейчас я просто про свой расскажу, хорошо, вот я сейчас тоже, например, с жадностью борюсь, я торгую мемкоины, и вчера я там купил мемкоин на 60 долларов, и он вырос до 210, и я как только понял, что это, знаешь, начинает меня напрягать, сама, даже вот 200 долларов, типа, у меня тут, по-моему, номер стоит дороже в день, но я скорее про то, знаешь, понял, что я вложил 70, и у меня 200 долларов, ну, с мемкоина, особенно для меня это новая ниша, я чувствую, что меня начинает, понял, давить на меня эта позиция, я там не могу на пляже спокойно сидеть, я хочу посмотреть эту позицию, я просто взял и вышел, то есть, вы можете подписаться на мой Теграм, мой чат, я там закидываю какие-то монетки, и, кстати, вот я у тебя хотел спросить, я сейчас занимаюсь рефералами, например, вчера у меня пришлось рефералки 60 долларов за день, вот можешь как-то рассказать про свой канал, вообще, как ты его монтизируешь, есть ли у тебя какие-то рефералки, вообще, про что он, а, ну, просто про мою жизнь, наверное, про то, как я расту, вот, давай теперь к тебе слово. Монетизации никакой нету, цели заработка на нем никогда не было, хотя, глядя на свой пенель, пора об этом задуматься, но, что-то, не знаю, не хочу быть цыганом, предложить мне людям нечего, хотя человек очень уникальный, многие говорили, легендарный, как многие тоже говорят, сам себе не описывает, все, что люди говорят, вот, легенда, слышал наверняка, вот, канала был сделан, когда Одиссей жестко уже начал прям меня везде впихивать в свой проект, каждый мем, там, блядь, вон, пошел за кредитом. то есть, или это просто было, знаешь, как... Я человек из толпы, я очень переживал, на самом деле, за свою, так сказать, жопу, ну, не очень, ну, переживания были, когда начали сжечься квартиры, потому, потому что я стал лицом, таким, сказать, проекта, и притом, не являясь, как бы, им, да, все, я понял, еще и не получая бенефитов, как от этого, я понял, кроме, как знаешь, ну, то, что тебя знает просто кто-то из чатика, и условно, такого понял. Очень много было, что я нанятый актер какой-то, еще что-то, и не то, что переживал, не хотел, чтобы мне тоже прилетело, да я еще и за это ничего не получал, да еще и я брал такие риски, заходил в проект, благо тогда успел зафиксировать, хотя бы кредит покрыл, а остались там бесплатные монеты, вот, по поводу канала. Да-да-да. Вот. Получается, цель у него была, когда уже очень много было постов про меня, думаю, просто сделаю, пускай люди просто придут, буду туда кружочки записывать, потому что я каждый день сидел в этом чате гримасы, я просто топил за этот проект, это знаешь как... А, ты, кстати, знаешь, что я услышал, я услышал слово топил, то есть, правильно я понял, сейчас ты уже как-то охладел к ним, но это потом, ты можешь, я просто знаешь, пока не забыл, сразу вот вкидываю, да, извини, что прикрываю. Я понял, да, я сразу отвечу, ну, как я продал монеты, больше не топлю смысл. У меня одна цель, как у всех заработать, мне вообще похую, что там будет и как будет, дайте мне денег, я просто всех нахуй пошлю, а с другими хорошо проведу время. Вообще вопросов нет. Пока ты в позиции сидишь на 30 тысяч долларов, ты топишь, чтобы он с четырех вырос хотя бы на 30, потому что ты видел, как он рос, какой был эффектный листинг на Мекс, ты видел прибыль бешеную, ты не зафиксировался, ты топишь, ты везде рассказываешь, ты там, да, DC не лугун, все получится, потому что, ну, это же твои деньги, ты за свою идею, за свои деньги, за свой бизнес всегда будешь топить, так же, как за свою семью. Вот. То я вот там взял лонг битка, я топлю за биток, давай, 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 вот и все. Вот. Поэтому канал просто был создан, чтобы людишки могли прийти ко мне, посмотреть мои кружочки отдельно. Да-да, ссылочки, ссылочки все будут в описании, если что, напоминаю. лень было общаться, иногда в чате, вот, и просто там буквально, не знаю, неделя прошла, у меня что-то там 250 тел, вот, потом еще неделя прошла, вот мне 700 набежало, но это все выходцы из Одиссеи, ну, в принципе, я рад, что они есть, что они есть у меня, потом подписаны, я даже не слежу там, на самом деле, сколько чего, просто оно есть. Основная причина того, что я сдолбался включать VPN, я написал в своем инстаграме, что все, я то хер, что буду као выкладывать, там, если только жена сама зайдет, выставит какую-нибудь совместную фотку, я буду просто кидать в ТГ, потому что это легко, быстро, удобно, и телеграма, это вообще, это целый мир, это, я не знаю, ты просыпаешься, заходишь в телеграм, ну, у тебя, представь, вот есть планета Земля, у тебя там 25 сразу, у тебя полностью, не знаю, у тебя 10 мониторов открывается, то есть, ну, это огромный, как называется, компьютерный. ПАПАК с приватками, с чатами, с чем угодно. Ну да, забери у тебя сейчас телефон, да, там, и оставь тебя одного дома с синглплэр играми без интернета, да, ты просто скажешь, ой, ёпта, вообще, как так? Не, я на самом деле, вот сейчас я книги читаю, занимаюсь, ты, кстати, какие-то книги читаешь, может, по трейдингу еще почему-то? За всю свою жизнь я не прочитал ни одной книги, вообще ни одной. А тебе сколько лет, кстати, напомни? Я, кстати, не спросил. А, 30? Достаточно много. Достаточно много. Нет, обманул, обманул. Я прочитал первую книгу, давай, ладно, сменим тему, первую книгу, «Виноваты звезды», это мелодрама, да, по-моему, про девочку с воспалением или раком легким, которая с баллоном ходила вечно, и там парня нашла. Еще фильм сняли, «Виноваты звезды», по-моему, называется. Так вот, я сначала прочитал эту книгу, по-моему, это было до армии. Служил я в 15-м году. Я ее прочитал, это была вообще первая моя книга, именно то, что я сам выбрал, взял и прочитал, помимо школьной литературы, там, и так далее. Вот. И мне пипец как понравилось, я там слезы, как правильно сказать, слезу пустил, пропустил, запустил, короче, проплакался немного. Вот. И через месяц, наверное, два, так совпало, вышел фильм. Я посмотрел фильм и просто пришел к папе, а папа мне часто говорил, что фильмы говно, ну, мы смотрим какой-то фильм, он говорит, а говно, вот книга, книга. Я к нему пришел там спустя 10 лет, и говорю, слушай, ты был прав, такое дерьмо. Я говорю, одну книгу прочитал, фильм посмотрел, ты просто не представляешь, такое это дерьмо. Я так расстроен. Вот. Тогда я понял, что книги, это не просто нечто большее, это что-то такое. Ты работаешь сам со своим мозгом, ты сам в себе все это визуализируешь, и твоя картинка получается ярче, краше, насыщеннее, ароматнее, ты чувствуешь все цвета, какие-то там, как будто ты чувствуешь материю, там, то есть, ну, ты все сам себе придумываешь, тут же в мозг. Вот. И после этого я пошел и прочитал, я фанат Гарри Поттера, все книги Гарри Поттера за неделю, вообще все, сколько там, 7-8 книг, не знаю. Они прям толстые, я знаю, у меня друг Гарри Поттера. Я читал с телефона, у меня так, Xiaomi был какой-то древний, и я был в восторге. Я все это быстро прочитал, еще раз пересмотрел, вот, и через три дня спокойно пошел в армию. Это все у меня было буквально за месяц, я тебе говорил. Вот. После этого я вообще никогда больше в жизни не читал, наверное, помимо рабочей литературы, инженерной литературы, по работе занимался, очень много изучал. Но, знаешь, сейчас все девочки читают, это там Ремарк, это Мария, кто-то детективы читает, ничего вообще. Я смотрю сериалы, у меня на Усть-фильме, скрин потом тоже закину, ну, хватит к мне прыгать на стол. По-моему, что-то там уже под 147 дней, именно просмотренных часов, то есть это можно умножить на 24, и сколько именно, как там, киночаса было просмотрено. Я очень много смотрю сериалов, вот, не знаю, насколько это сильно упевает или развивает, но это так проще. А знаешь, что я еще хотел? Уточнить какой-то вот слепок твоей жизни, вот смотри, допустим, представь, вот ты через год будешь смотреть это интервью, а может вообще там через 5, через 10, может вообще твои дети будут смотреть, и просто вот рассказать, вот допустим, вот у тебя какая сейчас в данный момент ситуация, рассказать можешь там еще немножко о своей жизни, вот просто рассказать, вот ты понял, слепок, что сейчас происходит, и что ты планируешь сделать, вот чтобы как-то изменить эту ситуацию? Какой вообще у тебя условно план? Вот сейчас так, а как будет? Да-да-да, вот слушаю. Все просто, я кое-что уже сделал, об этом я здесь не могу, не буду говорить, вот, моя супруга очень сильно была довольна, моя семья тоже, сделал я это достаточно недавно, вот, теперь у меня есть цель первая, высраться из этой позиции в БУ, ну она у меня давно уже, просто я в ней застрял очень давно, вот, от этой цели мне надо всего лишь там добавить буквально 10-15%, вот, после этого я все это дело откладываю, у меня уже блокнотик расписан, если захочу, если меня не ликвидируют, тут очень много есть, вот, и я прохожу эти дурацкие обучи, у меня есть миллиард сливов, подписок, я 3 года покупал все приватки, какие только можно в крипте, вообще, я бешеные деньги отдавал, вообще, у меня все есть просто, и я ничем не пользуюсь, вот, это тоже большая ошибка, сразу можно пункт поставить, это самое, у меня есть все, у меня есть много времени, я не работаю, у меня есть весь интернет, но я ни разу в жизни даже не открывал ни одной книги по трейдингу, или ни одного видео обучения, я всему сам учился, кнопки нажимать, меня свои анализы в голове, но это все не то, конечно, взгляд со стороны, он будет другой, мне люди говорили, когда кто-то проходил обучение, менялся взгляд со стороны, они больше понимали рынок, и чуть меньше теряли, поэтому план такой, что если меня не выбивает, а я очень надеюсь, что меня не выбьет, потому что разворот, наверное, близко, сегодня третье, десятая, двадцать четвертого года, то когда я добиваю еще 10-15 процентов, с такими же чертовски большими рисками, естественно, но, увы, это, я человек как баран уперт, если я сказал, что так, если даже все скажут, что там мина, ты подорвешься, я скажу, мне похеру, я, значит, пойду и подорвусь, потому что я так решил, вот, есть такая во мне черта, вот, и после этого я все замораживаю, мне хватает денег на 4 года жизни, это кушать, даже отдыхать ездить, и за год, ну, это я максимум беру, вообще 4 месяца оставлю, я должен пройти 2 комплекта обучения, прочитать 1-2 книжечки, вот, и понять гребаную вообще систему торговли, не то, что это вообще всей, и просто брать пробки, если они к тому времени останутся, и спокойно торговать форекс, и крипту, там, золото, евро, доллар, как нормальные люди, потому что есть люди, которые просто получают стабильные, там, 4-7% в месяц прибыли, если у тебя ДЕП 100 тысяч, там, или пробки прокаченные, это деньги очень хорошие, ну, пожрать тебе точно хватит, в ресторане, вот, такой план, который в дальнейшем должен будет перерасти, какой-то там, не знаю, стабильный доход, чтобы я смог спокойно сказать жене, так, мы можем, наверное, себе позволить взять ипотеку и сделать детей, потому что у меня уже 30, я очень, в принципе, хотел бы, чтобы были дети, но я не хотел, чтобы они росли в дерьме, плюс сейчас геополитика такая, что тоже пока лучше от этого отстраниться, да и у супруги с работы все идет хорошо, развивается, лучше пока в декрет ее не вгонять. Блин, прикольно, что ты думаешь о детях, еще рассказал, хороший план, интересный, знаешь, я вот сейчас вспомнил, я сам сейчас тоже небольшую, я не разбираюсь в мемах, например, я понимаю, знаешь, вот у инфлиенсеров часто такое, то есть я говорю, я за вчера с ревки заработал 60 долларов, мои знакомые, некоторые зарабатывают по 2-3 тысячи долларов в день, прикинь, только с ревок, и я сейчас, скажем так, трейдбот ревка или что? Трейдбот ревка, да-да-да-да, мои друзья, допустим, зарабатывают по несколько тысяч долларов только с одного проекта, прикинь, таких 20, и вот я сейчас настраиваю бизнес на то, чтобы, скажем, зарабатывать с этого больше, и так с 20 проектов, но я понимаю, знаешь, вот условно, как у всех инфлиенсеров, такая проблема, что вот куда ты фокус направляешь, да, например, ну, условно, да, вот на условно тоже развитие ревок, у тебя условно фокус, ну, на самом заработке с мемкоинов, ты, наверное, замечал, что очень мало инфлиенсеров именно вот реально зарабатывают, понял, вот с мемов там что-то покупают, с флипов, и я сам попал в приватки, то есть у меня приватки, наверное, в которых я, они стоят там баксов 400 в месяц, и я понял, что я, то есть я, наоборот, хочу зарабатывать и с ревок, и, ну, скажем так, с мувов каких-то в крипте, и я стараюсь сейчас вот на мемах, то есть я понимаю, что я в этом новичок, и просто покупаю то, что в приватках, и закидываю это в чат, вот такого типа, блин, что-то я забыл, что-то я тебе, вопрос какой-то хотел задать, я не задал в начале, нет, тебе, а, нет, вот про приватки, можешь вообще, сейчас, про картель, вот, это я, просто про приватки, ты сказал, у тебя много приваток, у меня вот у самого сейчас уже начинает появляться много, можешь сказать, почему, как ты думаешь, ты их забрасываешь, как вообще ты их нашел, чем они тебе помогали, ты же в начале это по-любому читал, ну, когда вступал, вот можешь вообще как-то рассказать про приватки, почему ты считаешь, что это вот хорошо, и так далее, ну, Ну, не то, что приватки, это сливы приватки, это дешевле, и это навсегда. Как все началось? Когда заканчивалась бычка, когда я не зафиксировал свои 350 тысяч долларов, ну, очень тяжело вернуться, спуститься с небес. Это происходит минутно. А ведь, смотри, я правильно же понял, что когда ты спускался с небес, это ведь было только, по сути, в голове. Твоя ведь жизнь не ухудшилась, потому что, как я понял, ты особо ничего не выводил, кроме там отдыха. Правильно я понял, что это спуститься с небес только в голове? Или как? Она осталась такая же, да, но в голове ты понимал, что все твои мечты и планы, они, ну, сгорели. И то, что ты мог, ну, что главное в жизни человека, семья, да, и то, что я же здесь все держал в секрете, ничего не говорил до поездки. Вот, и поездка-то была шоком. Деньги, я сказал, да, там на работе нахалтурили. Она говорит, столько? Я говорю, ну, ста, вышло столько. Вот, ты понимаешь, какой... У меня супруга из очень обеспеченной семьи, при этом она знает, что это такое, деньги, понимает и ценит. Вот, но мы все своим трудом. То есть, как бы, нет такого, что хоп, у нас там завод кока-колы за спиной. Нет. Если я обосрусь, то пизда будет всему вообще. Если она обосрется, то тоже будет пизда всему. Поэтому мы с друг другу поддерживаем. Вот. Вот. И просто в голове, да, у тебя разрушились все мечты. Знаешь, нестабильность, опора какая-то. То есть ты понимал, что вот, вот оно прям вот все, вот еще чуть-чуть. Прям вот прям вот все вот рукой подать. Вот это там бетон двухкомнатный. Ну, это реально, ну, я считаю, почти все мое окружение так считает. Это действительно самое основное. Это твой очаг. Это твое место, ну, просто, что бы ни случилось, ты туда вернешься. И вот у меня было почти свое. И когда все вот соскамилось, ты жить хуже не стал. Я продолжал там ходить в рестораны и так далее, кушать, что-то покупать. Даже больше покупать стал. И говорил, какой я дебил, почему я раньше не покупал. Я даже в кредит себе там кресло купил. Хотя мог тогда купить тысячу себе таких кресел компьютерных. Но не купил. Вот. И ты просто потерял вот это состояние. Смотрел фильм «Игрок»? Да, смотрел. Я даже понимаю. Я даже помню, я сейчас... Да, у меня сейчас фраза. Пошел ты. Да, вот это она есть. Пошел ты. Вот это состояние ты потерял, когда ты просто мог всем сказать «пошел ты». Потому что ты сделал жизнь. Я считаю, что это сделал. Это не успех. Это не яхта. Это не остров. Это не президент. Но в рамках... Обычной нормальной жизни человеческой надо просто воспитать детей, чтобы они кайфовали. И ты как человек получал позитив. То есть сходить, не знаю, там, в этот... Как это в Москве сейчас комплекс этот? Где все веселятся. Ну, сумм. Не знаю. Не шарил. Не сумм. Это место у нас там. Город мечты, остров мечты. Вот в эту тему. С ребенком со своим сходить. И смотреть на него, чтобы он кайфовал. Ну, типа... Все, я понял. Я понял о чем ты. Диснейленд маленький такой у нас в Москве сделали. Да, да, да. Все, я понял о чем ты. Вот. Получить радость. Тебе вот это... Набухаться, нахерачиться там, не знаю. Купить себе в ЦУМе сумку за 500 тысяч. Я так не жил никогда, не знаю. Но я считаю, это несчастье. Ты мне сейчас сам сказал, если у тебя человек друг богатый, он несчастлив. Они все такие. Они все такие. Потому что ты теряешь смысл жизни. А при том, он-то и не тратит много денег. То есть у него нету сумки там за 500 тысяч, хоть он и может позволить. Просто я имею в виду, что в целом, как бы... Если вы несчастливы без денег, то вы и с деньгами не будете счастливы. Скорее так. Возможно. Возможно. Деньги это приятный. Мне, кстати, очень понравилось, как ты рассказал. Ты еще более подраскрыл тему. И вот давай, знаешь, у меня сразу вопрос. Как ты оправился после того вот 350 тысяч долларов? Потерь, что тебе помогло? А потом уже завершим темы про приватки. Почему ты в них вступал? Может, какие, может, сливы с кашки тебе помогли больше всего? Ну, давай вот сразу закончим, как ты вот сказал с этим. Вот как ты оправился? Вот ты начал, да, там, покупать кресла. Ты начал осознавать сумму вот этих денег. Правильно я понял? Как только ты их потерял? Там все было достаточно сложно. Это был февраль 2022 года. Как ты знаешь, объявили об СВО тогда. И все рынки начали как раз падать. И проект начал умирать. И еще много дерьма случилось. Вот. Не знаю, месяц ты просто. Да как же так? Ну, вспоминаешь. Это как забытая любовь. Девушка, которая не дала там или еще что-то. Но просто ты идешь на работу, получаешь зарплату. В выходные встречаешься с друзьями где-нибудь, играешь в ком. Просто ты тупо возвращаешься туда же, где ты и был. Просто вот эти мысли у тебя выходят из головы. И каждый раз, когда ты их вспоминаешь, единственное, как ты можешь себя, так сказать, успокоить. В следующий раз я заберу. Я не допущу такой ошибки. Я понимаю, надо хотя бы забрать половину. Будь что будет, пусть оно хоть еще в миллион раз вырастет, но хотя бы у меня половина будет на руках и так далее. Просто всегда эти слова себе проговариваешь и подбадриваешься тем, что точно еще что-нибудь будет. И через год примерно точно еще что-то случилось. Появился гримас как раз. И так случилось, что я его купил на лоях на очень много денег. И это была сумма уже не 350, а где-то в пике у меня было 150. В два раза меньше, но тоже много. А сколько ты записил, кстати, из гримаса? Вот я услышал сейчас твою историю, да? Что ты понял, что деньги важны. Насколько я помню, ты гримас купил на кредитные. И можешь как-то вот сейчас раскрыть под историю? Нихуя. То же самое. Все слова, которые ты сам себе говорил, хотя бы половину. Я съездил в Тай за миллион. Это я зафиксировал. Это на сколько Тай вышла миллион? Типа на неделю, там месяц? 15 дней. 15 дней, да? Вот. Я компсик купил топовый, сам собрал. Я опять родителям дал денежку. И я что-то еще сделал. А, тачку туда Солярис починил. Вот. Все остальное у меня лежало. Но там была другая причина, понимаешь? Там совершенно другая причина. И я бы давно все продал. А я правильно понял, что там у тебя этот... Там еще была такая небольшая, может, ошибка. Не знаю, как ты сам к этому относишься. Вот как мне кажется, что такая слишком, может, слепая, условно, вера, да? В проект. Да. Запретили продавать. Раньше 8 тысяч. Но я поставил цель. 300. У меня было монет, что... Нормально, короче. Что-то порядка 8 тысяч. Что по 300 меня устроит. А я, кстати... И вот не хватило. Чуть-чуть не дошла цель. А я, кстати, прям вспомнил то, что гримас вот был сначала 50, потом 70, потом 102. Я помню, я вот так частями фиксирую. Я помню, раз думаю, что-то у меня дома такие стулья, знаешь, деревянные. Вроде как бы и деньги есть, и еще что-то. Ну, выделить как-то не получится. А потом я смотрю, раз, гримас вырос, обставил себе дом тогда. Ну, не дом, а квартиру себе красиво. Вот. И это тоже очень важно, поэтому фиксировать прибыль. Например, я там часть недвижимости купил себе. Еще что-то. Вот все, кто смотрит это видео. Вот просто поймите, что очень многим... Допустим, мне тоже потребовалось... Сейчас расскажу историю. Я помню, у меня была прибыль за день, по-моему, 11 класс. Прикинь, я школьник. По-моему, 1400 рублей или 500. Я думаю, короче, сижу за компом, ну, и что-то у родителей спрашиваю, а какая там икра самая лучшая, еще что-то. Я смотрю, белужья икра, короче, стоит 70 тысяч рублей. А что-то мне еще тогда родаки сказали, ну, ты что, с дубой рухнул. И я понял как-то, знаешь, не стал ее покупать, а на следующий день у меня уже убыток был. То есть не было тех 500, и было еще минус 300 потом. То есть вот к тем 500. Не икры, не денег, да? Да, то есть очень важно, даже если вот вы что-то хотите, почему нет, если вы там заработали, зафиксировать прибыль, всегда порадовать себя. Потому что даже вот сейчас вот я недавно, допустим, летал в Сочи, еще я сейчас просто на отдыхе, но я дополнительно летал в Сочи с девушкой, там, пятизвездочный отель, все такое. И это там дороже всяких денег. Это воспоминания, потому что жизнь, мне кажется, одна. И что вы будете там вспоминать в старости, а может, вы и не доживете до старости. Вот. Ты, кстати... Хотя бы выводить на путешествие. Хотя бы выводить на путешествие. Если где-то иксанул, выведите сраные 2000 долларов. Или сколько там, уже три надо. Просто через не могу. Ты лучше съезди. Пусть это будет первый и последний раз, но я надеюсь, нет. Ну, ты съезди хоть куда-то в мир. Да, я вот, кстати, знаешь, когда я покатался... Потом тебя убьешь. Покатался на яхте. Я уже захотел, понял, яхту там еще больше. И покататься там не в рамках клипа, условно, а там еще просто там с друзьями, потом еще дополнительные семьи. То есть это очень заряжает на работу. Еще вот, например, мне это помогает. И знаешь, вот у меня у самого сейчас проблема. Я стараюсь все решать, потому что у меня много приваток, и я их не использую. Я вот, например, знаю, что я в мемах как бы, ну, словно новичок. Я там, если буду сам выбирать, то я потеряю. Я начал использовать просто, ну, условно, для рубрики в канале, что я там в чат закидываю то, что я с приваток покупаю. Вот расскажи про приватки, в какие ты вступал, как они тебе помогли, и почему ты их забросил. У меня вот у самого такая проблема, что иногда забрасываю. И да-да-да, вот слушаем. Про приватки. Для меня это был спасательный круг. Когда вот вся моя история закончилась, когда на балансе осталось, там, не знаю, тысячу долларов последние, когда я еще в Ючи не торговал. Когда просто вот деньги я не зафиксировал, и все упало так сильно, что вот тысяча, когда осталось, я зафиксировал. Я начал, ну, ехал на работу, так же в метро, в Телеграме все сижу, и что-то у меня был один канал, пират назывался, или шеф, блядь, или шеф-пират, то есть что-то как-то так. Он пират просто назывался. Ну вот, и читал его сообщения, и то, что он писал, оно сбывалось. То есть он кидал какие-то сливы, оно все сбывалось. Вот. И какой-то, ну, прогрев аудитории. Очень долго был. Как раз медвежка началась, люди с медвежки всегда ищут спасателей. Ну, это ведь, я правильно понял, это еще был правильный прогрев, то есть условно, то есть это не было каким-то фейком, он ничего не изменял, то есть это все, как он писал, так оно и было. Правильно же я понял? Да, он просто скидывал посты таких инфлюенсеров, как Малолетов, Романов тогда еще на коне был и так далее. Они писали, что там рынок будет падать, выходить, и этот Рафаэль Сатоши тоже даже был на коне. Он просто писал, а Рафаэль был прав. Ну, постфактум, как всегда, все постфактум, конечно же. Вот, и, а ты, когда теряешь деньги, понимаешь, тебе, вот ты, когда стрессовая ситуация, тебе сейчас напишут, слушай, брат, тема есть, вот знаю, тут казино, есть схемка, ты пойдешь, пойдешь, отдашь последние 100 долларов и пойдешь, рискнешь. Это состояние? Отчаяние? Когда ты все теряешь? Это то, что ты хочешь ухватиться за какой-то последний шанс, да? Отчаяние, бесходность, последний шанс, хоть что-то. У меня такое было, но я тут же себя остановил и сказал, идите в жопу. Я уже просрал деньги, что мне еще просрать? Надо пойти просто поспать, утром что-то другое будет хотя бы. Ну вот, и, короче, это был спасательный круг. Эта тема стоила полторы тысячи долларов на полгода. там был слив что-то в районе 15 приваток, вот, Малолетов, Сатоши, Романов, X01K, Сатоши Биткоинов этот, еще там какие-то, вот. Вот, и я купил, с зарплаты докинул денег, чтобы хоть какой-то был, типа, депозит. Я узнал, что там люди фьючики торгуют. Быстро забрался. Там это просто обычные приватки, люди просто кидают кол, куда надо заходить по РМ, то есть там лонг или шорт, все, стоп, стоп, тейк. Естественно, ты просто all-in заходишь. И там мне пару раз повезло, я там с тысячи сделал, там, 8 сразу. И как-то, ну, тогда это для меня были огромные деньги. Они сейчас огромные, но я сейчас на них смотрю совершенно по-другому. У меня сейчас минус 8 тысяч, я не знаю, что делать, но я смотрю на них как-то по-другому. Раньше я бы, я просто нажал бы кнопку забрать сразу же, вот. И, короче, с этого и началось. Это было как спасательный гонок. Но, как оказалось, за полтора года я там ничего не заработал. Ой, за полгода. Все, что я заработал, я заработал сам. Повезло где-то. И тебе приходится... Стоп, я правильно понял, что там ты ничего не заработал, ты имеешь в виду, что то был профитный сигнал, то убыточный, и в сумме получалось ноль, правильно? Конечно, ну, процентов нет, ничего. Да, надо искать, надо заходить в каждый, я не знаю. Это просто красивая таблеточка была, спасательная, как вот эта, матрица. Но проходит полгода, и тебе пишут, вот, полторы тысячи, давай продлевайся. А ты, знаешь, как на игле, там вроде бы что-то есть. Там ты хоть как-то в курсе крипторынка. Там малолетов часто пишет, когда новости, когда Пауль выступает, ФРС, МРС, всякая ерунда там, да. Какой-то движ взломали, не взломали. Ты прямо купил напрямую у малолетова, да, приватка за 1500? Нет, нет, я купил у пирата за 1500 все сливы. А, все, понял. Ага. И вот я продлился, короче, сам не знаю зачем, просто потому что я не мог без этого остаться. Опять это как трейдерский паралич, ты без этого не можешь. Продлился еще полгода, тоже там плюс-минус как-то жил на крипте, что-то как-то там, я работал и жил на крипте, то есть плюс-минус прям, знаешь, такое, плюс 500 долларов в месяц, так можно сказать. Проходит опять какое-то время, кидают сигнал, не сигнал, а какой-то там появляется. Внутри приватки еще одна приватка, кит какой-то, кит крипте, я не знаю. Это стоит еще 2000, короче. И там сделали как-то так прикольно, что якобы это суперблизкий человек к каким-то суперкругам, короче, мы все в это поверили, потому что пять сигналов просто от тейка до тейка зашли, не знаю, как это было сделано, но реально они зашли прям по цифрам четко. Честно, не знаю, я в трейдинге ноль, может быть, это были просто уровни, обычные уровни. И, короче, мы купили там человек 15 эту хрень, и что за полгода никто там ничего не заработал. И этот чувак до сих пор продолжает все это зарабатывать. Вечно продает свою херню и так далее. И я решил, что мне это не надо. Потом появился Катана. Можешь его рекламить, может, нет, но лучше не надо. Просто появился Катана, вообще можно даже... Ну нет, я о нем много слышал. Например, Криптогений, вот он сказал, что он его сливы покупает на прошлом интервью, и сказал, что там очень удобно. Хотя Катане, он, допустим, я не знаю, я слышал о нем только какие-то роклы. Ну, хотя я так и не знаю. Не знаю, у меня вообще похеру, кто все эти люди, я тоже не знаю. Просто я знаю, что я Катане кинул 250 баксов, он мне их потом вернул, и все те же самые сливы, которые у меня были у пирата за полторы тысячи в полгода, у меня у Катаны навсегда. Что мне надо из всех этих сливов? Просто, чтобы я мог зайти... И посмотреть какую-то сводку, да? Да, да, да. Или там Малолетов какой-то кол дает, там, срочно покупаем там это. Если Малолетов дает такой кол, как, например, было вчера в 11 утра, он пишет, покупаем этого Бегемота на Солане, Хиппо. Вот. И если ты сразу успел купить, прям вместе с ним, в ту же секунду, вот, то через час у тебя было плюс 40%. То есть на 10 тысяч долларов купил, у тебя уже 14, 4 как бы вывел, и все. Ну, кстати, блин, сейчас я просто... Для меня, я просто сейчас в Мемкоинах, но я, знаешь, в таких прям, в таких лоукап, для меня 40% звучит, понял, как этот. Вот, очень так, это прям для... Это большие суммы нужны, все, я понял, понял. Ну, прикольно, прикольно. Не, ну, Малолетов просто говна не вкинет. Да, я понял, я понял о чем-то. Я просто говорю, что я чуть борюсь вообще, понял, в других этих. Типа, условно, знаешь, и у меня рубрика такая, что я хочу... Знаешь, многие есть, у меня подписчики, я просто знаю, что они видят, да, как торгуют, но они имеют 100 долларов, условно. Реально, школьнику, школьнику, условно, ну, нормально иметь 100 долларов, даже не школьнику, да. И я вот хочу показать, что можно со 100 долларов легко раскачать деп, при том, я хочу это сделать в прямом эфире, вот чем я занимаюсь там у себя в чате. Но я именно, знаешь, на таких, на супермаленьких щитках раскачиваюсь, ну, там, всяких с разных приваток, условно. Вот, ты говоришь, Малолетовкин... Я тут не знаю, на самом деле, про твою тему, тут не знаю, как со 100 долларов раскачаться, это, конечно, пипец полный. Тут только если что-то заснайпить, и туда вольют... А тут даже знаешь, как, вот, я хочу сказать, это даже не... я же не хочу со 100 долларов сразу сделать 4, это вот постепенная работа, сегодня плюс 10%, завтра плюс 20%, завтра еще так. То есть это все просто... Знаешь, как условно, как... Я тоже в своих видео говорю, попробуйте начать со 100 долларов, вот, торговать, если вы со 100 долларов, у вас есть плюс, то можете начинать с 1000 долларов, но, по сути, вы же со 100 долларов можете дойти до 1000, и вот пока вы этот путь пройдете, вам уже не нужно будет тысячу вкидывать, понял, что я имею в виду? То есть в чем смысл, что если ты торгуешь в плюс, ну, как бы, то... Вот так... Ну, такая вот у меня идея. Понятно, это твоя идея, просто, опять же, риск и money management. Все. Все. Неважно, какая сумма, просто ты себе должен позволить терять при любой сделке 1% от депозита. Тогда у тебя будет 100 попыток. Ну, уж точно за 100 попыток у тебя что-то получится, и ты, там, на 55-й попытке отобьешь, там, 2-3-4, и у тебя опять то же самое будет. Поэтому хоть с доллара ты начинаешь, хоть с 100. Просто когда ты идешь торговать по риску money management на 100 долларов, твоя прибыль в месяц будет 1-2 доллара. Ну, видишь, у меня более такая рисковая позиция. То есть я, наверное, вхожу на 20% от своего депозита вот этого 100 долларов, как-то так. Ты так делаешь, пока ты себя не раскачаешь. Да-да-да. Это, то есть, наоборот, вот мне очень нравится, что можно увеличивать риски, когда у вас очень мало денег. Это нормально. То есть я, например, знаю, что если эти 100 долларов потеряю, я завтра же новые 100 долларов закину. И послезавтра так же сделаю, если это нужно будет. У тебя есть доход, значит. Ну, я говорю, то есть у меня с редкой только вчера пришло 60 долларов. То есть я, ну, видишь, я не хочу развивать, понял? Как бы не хочу становиться таким челом, который будет зарабатывать только с репок. Вот такого типа. То есть я, например, вот эти интервью делал. Сейчас вот тоже такую справку сделаю. Вот ты можешь просто даже не представляешь, насколько твое, вот то, что ты сейчас говоришь, может на кого-то повлиять. И ты даже, может, об этом никогда не узнаешь. Потому что, ну, придет какая-то мысль. Например, я просто вспомнил. Я помню, я смотрю видос с Лёжа Сатоши. И он говорит, там, вывезь деньги, там, ну, короче, в бумагу, там, вот такого типа начинает задвигать, что сейчас биток 70к, может быть, это пик рынка. Вот такого типа он, знаешь, аккуратно. Я помню, смотрю его интервью. Я начинаю чуть-чуть, знаешь, чуть думать. Я сейчас в 11 классе. Вот у меня сколько-то денег, да? И думаю, надо вот вывезти квартиру. И я вывел. Ну, прикинь, и купил. Но Слёжа Сатоша об этом не знает. И очень многие люди, допустим, знаешь, как-то... Где-то ты мысль услышал, да? Даже не знаешь, где. Но она потом вот тебе пригодилась, условно, позже. И... То есть я говорю, у тебя очень многому можно научиться. И я сейчас уже... Я больше чуть к рискам, понял, начал. Вот как я с тобой поговорил. Как-то, знаешь, я даже не могу это объяснить, но как будто в голове чуть всё по-другому стало. Честно, я тебе хотел пару вопросов ещё задать, но они как-то улетучились. Может, у тебя есть ко мне какие-то вопросы? Я пока воду попью. Да, у меня вообще вопросов нет. По поводу рисков, пока ты воду пьёшь, лучше не рисковать. Просто я морально сильный человек. Меня это не убило. Я просто гарантирую. Это стопроцентную гарантию даю. Нет, 99%. Что 100 человек, не знаю, из 102, они сломают свою жизнь, если они пойдут на луны и будут рисковать, и они не выберутся. Вот знаешь, что самое главное, я скажу, тоже вот я вспомнил. То, что это вот в вашей жизни, это ваша личная ответственность. Я, допустим, вам сейчас скажу там, идите на булыкс по моей репке, регайтесь и кредитнитесь, пацаны, и кредитнитесь, и по моим сигнальщикам заходите. Если вы зайдёте, это будет ваша вина. То есть, надо всё время искать проблему, ошибки в себе. И вот даже я сейчас, когда я начинаю там по часу смотреть, вот какой-то чел, ещё что-то, вот что-то, а вот он мог бы так, мог бы так, это ему было лучше. Я просто понимаю, что мне лучше думать о своей жизни, как я её могу улучшить, и всегда брать ответственность только за себя, и за все свои действия винить в себя. Вот, это мне прям очень помогает, и я только вот относительно недавно начал так делать, и это прям очень бустит меня. Нет, тут всё вообще, всё просто. Весь наш уже сколько? Два часа идёт дело? А час, наверное. Если ты пришёл в крипту, первое, Dior. Второе, если даже ты не Dior, Dior это, типа, думай своей головой. РМ, просто РМ, блядь. Если ты даже хочешь за всеми повторять, видишь, там у чувака 100 сигналов зашло в плюс, ты зашёл в 101-ю, и тебя выебало на квартиру, сразу потерял. Такое было у меня, да, я смотрел за чуваком, 100 сделок у него зашло, я зашёл в 101-ю, просто квартиру заложил, и именно она не зашла. Как так? Маркет-мейкер, может, сходил. Поэтому, если ты приходишь в крипту, ты новенький, или сейчас ты испытываешь трудности, или будешь в дальнейшем испытывать, сейчас у тебя полоса успеха, не знаю, ты там, столько в плюс, пока торгуешь. Останавливайся и торгуй по РМ, только РМ. Тогда ты никогда не будешь зол на себя. Тогда, кстати, самый важный момент, жадность, да, когда торгуешь по РМ, у тебя всегда есть тейк. Вот у меня нет тейка. Вот я просыпаюсь, сегодня так, конечно, случилось, но уже сломалось. У меня там хоп, горит, там на одной позиции, плюс 3000 долларов. Я такой смотрю, блин, а может выше пойдёт, а может упадёт. Я просто смотрел на неё, да, сходил там в уборную, а там уже 1500 пишет, потому что у тебя нет цели, нету ничего, ну, то есть отсутствует РМ опять же. Если он у тебя будет, ты никогда в жизни не будешь думать, а рано я зафиксировал или поздно, потому что там один к трем идёт. Типа, ну, один к трем, ты понимаешь, что это правильно. Всё. Поэтому всем твоим там людям, кто там что-то будет, просто РМ самое главное. Не важно, с миллионом ты придёшь или с тысячей рублей, только РМ. Тоже спасибо большое за совет. Я сам иногда забываю, то есть я вот сам покупаю мемкоины, и даже вот, например, даже вот у тебя в офичах условно могло быть ночью, да, что там было бы плюс 5, но ты бы спал в этот момент. Я, например, тоже сейчас беру себе в привычку, вот я купил мемкоин какой-то, и я сразу ставлю лимитки, выставляю, насколько я его продам, очень удобно, что на Булыксе именно лимитки есть, то есть не знаю, знаешь или нет, просто когда ты на Дексе торгуешь, там лимитку очень сложно поставить, особенно на Салане, да там через какие-то костыли, а на Булыксе это удобно. И я вот сейчас начал лимитки ставить, и очень прикольно, когда ночью что-то выходит, вот, такого типа. Ну, знаешь, это очень сложно себя приучить, вот этому сделать. Я, допустим, знаешь, я, наверное, только каждую вторую сделку только я лимитку ставлю, я сам забываю об этом, это как-то сложно. Очень сложно дождаться точки входа, ты торопишься, очень сложно выйти. Лимитки хорошая вещь, ты их поставил и забыл, но часто бывает, когда уже проекты на бирже, до лимитки не доходят. Вот у меня сегодня, почему позицию, я сидел утром, я поставил все там чуть повыше. Ну, опять же, жадность, вот, чтобы у меня в ноль вообще вышло. До моей лимитки не дошло, блядь, линейку приложи один миллиметр. Market Maker специально меня не съел, и теперь я сижу минус 10 тысяч. Когда ты, ты онлайн, если вдруг ты у терминала, и видишь, что позиция пришла к твоей лимитке, там, плюс-минус, ну, рядом. Пускай это будет даже 100 долларов, пускай это будет рядом, неважно какая-то сумма, раз депозит, рядом, блядь, ебашь, ну, я по себе, ебашь по рынку, ебашь по рынку, или жми там какие-то, не смотри, потому что она уйдет. Или ты сидел в минусе неделю, и вдруг тебя в БУ график подводит. Он как только коснется твоего БУ, прям по твоей полосочке, он тут же пойдет вниз, и причем очень сильно, и он так сделает раз 10, наверное, жми, блядь, сразу жми. Это просто чистый совет, как я вот себе вижу каждый день. Все, что ты понимал, вчера, вчера буквально, вот я на Твиче стримил, тоже у меня ссылки будут в описании, я, например, рассказывал какие-то истории, и вот у меня, знаешь, я лимитку поставил на Мемкоин в 4Х, а он подходит, буквально там, реально двух процентов не хватило, и я подумал, что, я дурак, что ли, понял, лимитку подошел 2% пэк, и она не дошла, я из-за этого фиксанул, там, не 250 долларов, 60, а там 170, но, это прям, да, очень важно, я вот даже вчера, знаешь, вот вчера буквально, да, кстати, потом все упало, я, кстати, вот вчера даже, знаешь, тоже подумал об этом, что я совершил ошибку, знаешь, что какие-то вот, из-за какого-то своего, ну, условно, принципа, что я буду там лимитку убирать, там осталось 2%, там даже, знаешь, как было, дошло до лимитки, но она почему-то не исполнилась, то есть даже вот так, и я из-за какого-то своего, да, что я хочу вот все-таки дождаться лимитки, упустил часть прибыли, вот буквально ты сказал, вот мои мысли, которые у меня вчера были, знаешь, которые я еще не смог структурировать, что ты понимаешь в голове, да, но не можешь сказать. Да, это, в принципе, наверное, такое самое основное, оно, когда очень рядом, все, надо закрываться, потому что, ну, пойдет вниз, ты опять, включаешь стрейдерский паралич, это вообще самое плохое чувство, стрейдерский паралич, ты будешь смотреть, блин, уже не 250, а 220, хоп, она упала на 180, такой, все, я на 220 согласен, ну, как у меня было с теми, 350 тысяч долларов, здесь просто, надо на яйцах, похуй, бам, нажал вообще, и самое главное, и самое главное, не заходить потом вообще в эту монету, в эту сделку, именно здесь же, там, она упала, там, на 30%, ты такой, о, сейчас зайду, она опять, наверное, нет, все, забудь ее, хотя бы часа на два, я так не делаю, и тоже в жопе всегда остаюсь, а я вот, единственное, что я оставляю, это я оставляю монбэк, я не знаю, вы знаете, что такое монбэк, нет? Да, конечно, ты, ну, я буквально, 10%, да, 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 даже я, наверное, меньше оставляю, просто на всякий случай, давай, я, бро, желаю тебе удачи, чтобы ты учился, ставил take profit, stop profit, ты, чтобы ты там анализировал свои ошибки, чтобы у тебя все получится, главное идти до конца, наращивать темп, и все стены будут ломаться, желаю там счастья твоей семье, чтобы у тебя все было хорошо, спасибо. Теперь у меня вопрос есть, сейчас, а теперь у меня вопрос есть, а что делать, если не получится, и все сдохло, ты все, ты обнулился, у меня нет работы, а, ты у меня спрашиваешь, что будет, если я обнулился, да? Нет, нет, допустим, любой человек, ну, давай меня сейчас возьмем, а знаешь, что я скажу, мне кажется, лучше вот на себе спрашивать, лучше, да, лучше на себя спрашивать, что бы я пошел денег делать, если бы я обнулился, да? Что бы ты пошел, да, как вот ты людям бы посоветовал. Вот есть чел, у которого прямо сейчас вот, да, я могу зафиксировать, минус там 8 тысяч, останется у меня 30. Но я этого не делаю, потому что жадность хочу уйти в БУ. А, так у тебя 30 кабаксов сейчас в позиции, да? Да. То есть если ты фиксанес убыток восьмеру, то у тебя еще тридцатка останется, да? Короче, прямо сейчас я могу фикс, у меня остается 25, но я могу не фиксануться, если биткоин упадет на 58, меня ликвидирует, потому что у меня очень большая позиция. То есть сейчас я сижу минус 8, да, и сейчас остается еще 30. Вот, было 38. Вот. Но оно очень сильно колеблется, и можно обосраться. Вот. А может вырасти, но вырасти, опять же, ну, такая сейчас ситуация непонятная, да, там война, не война, что-то происходит, и рыночек непонятный. Вот. Что бы ты, ты бы что выбрал? Закрыть? Этот минус принять прямо сейчас? Может быть, я так и сделаю прямо сейчас? Послушайте. Я, кстати, я бы без колебаний принял бы, я бы без колебаний, я прям не думаю, я бы чекнул. Во-первых, я бы торговал малыми суммами, во-вторых, я бы понял, что это слишком большое. Нет, нет, стой, прям сейчас давай мой момент обсудим, мне интересно, что бы ты сделал. Просто. Ну, давай, я говорю, я бы а, давай, задавай вопрос. Прямо сейчас вот эту позицию представь, да, там, ликвид 58. Все, я скажу, я бы секунду не думал, я ее фиксирую, потому что это все мои деньги, я начинаю пересматривать свою позицию, чтобы ну, если я уж прям такой рисковый чел, во-первых, это все мои деньги, у меня кредиты, я бы ну, в какие-то позиции... А, это все твои деньги, все, у тебя больше ничего нет. Да, я говорю, я бы пересмотрел свою позицию по входам, то есть я бы не входил на всю сумму, я бы входил там процентов на 10, это если я прям рисковый чел, понял, если я прям, знаешь, если я прям, у меня желание имеется, риск, то я бы входил только на 10 процентов от этого депа, я бы чекнул, как мне зарабатывать деньги, скажем так, не будя все время в... Я бы подумал, может, вложить условно вот эту десятку, даже не десятку, а вложить просто косарь баксов, условно, например, я думаю, что у тебя бы получился, например, ютуб-канал, и знаешь, посмотрел бы, как я могу... Перебью, мне многие говорили, но я не умею. Хорошо, тогда не нужно, если не умеешь, легкий ответ. Нет, я хочу, хочу, но... Не нужно, бро, не нужно, тебе не подойдет, я в тебя не верю, ага, мне друг так постоянно говорит, этот... Вот. Это да, но хорошо, продолжай. То есть я бы просто посмотрел бы, то есть условно, знаешь, условно, если я прям такое прям... Вот я вижу, что ты любишь торговать, да, я просто сам не очень люблю, да, я вижу, что... Я лудомат, это болезнь. Ну вот, я говорю, я говорю, я это вижу, так вот, 50 процентов, условно, я бы оставил вот хорошо, там, торгуюсь, окей, а 50, я бы подумал, знаешь, как-то условно их распределить вот на то, чтобы ты получал деньги просто не... Чтобы поступления денег от тебя никак не зависели, подумал бы над этим, то есть просто смотри, я-то если к себе применяю, то я бы, условно, знаешь, начал... Условно, я сейчас не качаю медийку просто в целом, но я бы, условно, начал бы снимать какой-то тикток, условно, вот такого типа, я бы начал дальше качать ютуб-каналы, и я, знаешь, что я заметил, то, что когда я советую каким-то людям вот что-то, я потом смотрю, начинаю, а знаешь, обычно, как правило, когда ты советуешь, даже вот с добрыми намерениями, да, своему другу, еще что такое, ну, челы-тубчики, они объективно не понимают, даже вот сейчас мы тебе сказали, да, фиксануть, ты ж не фиксанешь, ты ж лудик, ну, я тебе условно говорю, да, там, может, гиперболизирую, да, иногда, вот, что, и ты просто смотришь, а ты вот этот совет, который ты другу дал, если он искренний, да, если ты его, ну, то есть, нет, я только такие даю, я просто говорю, ну, как бы, знаешь, в целом, мало ли там кто-то, то ты просто берешь и этот совет сам на себя применяешь, и это очень полезно, вот я лично так делаю, вот, я бы тебе сказал, как я сделал, я бы ни секунды не думая фиксанул, пусть это все мои деньги, блядь, кредитные, где я еще новую возьму, вот, я бы ну, да, ты бы испугался, сказал, что, блин, ну, было больше, стало повыгоднее, хорошо, что не убило, я лучше попробую, пусть поменьше, но еще хоть попробую, потому что я, лишаясь возможности попробовать, вот это, ребята, запомните, лишать себя очень больно. Но я лудик, я буду сидеть, я буду сидеть. Ну, это, это, может, правильно, знаешь, у каждого свой путь, и там многие смотрят, да, на какой-то, на чужой путь, надо смотреть, главное, на свой, и, может, только на чужой путь смотреть, знаешь, как может изменить свой что-то, вот, понял, все должно сводиться к себе, к своему пути, вот я об этом думаю. Да, но я из этого сделал казино, надо, чтобы люди этого не делали, нельзя так делать, надо уметь принимать убытки, всегда, самое первое, надо научиться принимать убытки. Я даже, знаешь, о чем думаю, а нет, если хотят делать казино, пусть делают, у меня друг, например, если он любит играть в казино, он прям любит, так пусть играет, это, знаете, то есть все в жизни занимаются тем, чем им нравится, то есть, например, у меня у друга казино отобрать, что он будет делать, он будет что там, фильму смотреть, у него есть доход, у тебя, наверное, друг работает, у него есть доход, я тебе говорю про людей, которые идут в крипту, в крипту 99% людей, кто идёт, они идут сюда заработать, они думают, что здесь можно заработать, да, здесь можно заработать, но здесь нереально можно заработать. Вот даже вот ты говоришь про заработок, но я как со стороны смотрю, как будто твои сделки не сводятся к заработку, ну, как сказать, то есть как будто заработок не перевичен, понял? Или он как-то иногда, как сказать, то есть тебе нужен и заработок, и там, условно, да, какие-то риски, да, еще подобные, вот. Да, азарт, поиграть, да. Да-да-да, то есть надо вот самое главное жить вот как кайф, как чувствуешь, то есть если вам нравится, допустим, пить алкоголь, курить, пожалуйста, это вот в вашей жизни, и надо помнить, что если вы не будете курить, то как вы тогда будете жить, если вы хотите? Я вот знаешь, о чем думаю, что я не ограничиваю себя вот в том, что я хочу. Просто надо знать, что вы действительно ли вы хотите пить алкоголь, да, там вечерами, или там, может, вы хотите кататься на яхте, просто нужно выбирать, выбирать, делать выборы, это же ваша жизнь. Я в последнее время все больше так думаю над этим выбором, что я хочу. Вот. Очень здорово, да, ограничивая себя ничем не надо, ну, в рамках разумного, естественно, людей убивать не надо идти. Нет, кстати, а знаешь, представь, я сейчас расскажу историю, школа была, и спрашивают на общественном знании, а кто? Самые лучшие преступники. Ну, не лучшие, вот знаешь, понял как-то просто кто? Преступники, которые вот вы считаете, там, ну, самые справедливые, условно, да, там, все сказали в классе, таких нет. А я сказал, я вот считаю, что маньяк, потому что маньяк, он не может не убивать. То есть, вот, деньги можно заработать где угодно, да, а маньяк, у него одна, то есть, он не может не убивать. Да, отклонение, ему надо это делать. То есть, вот, такого типа, что каждый выбирает свою жизнь. И вот я сейчас тоже думаю, знаешь, о чем, прикинь, я вот очень замечаю часто, что я бы мог тут умереть, тут. Прикинь, я еду, короче, недавно на тачке, на такси, что-то мы едем 140 по каким-то этим, ну, не понял, там, где лучше не ехать, 140. Чуть-то не по одной полоске. Дороги или... Дороги. Ну, вот тут на отдыхе у себя, на Чёрноморье. Да. Вот. И, условно, знаешь, короче, мы как-то отслеживать то, что очень можно легко умереть, и даже вот я, например, не курю, не пью вообще, да, там, о наркотиках я вообще даже не говорю, да, и просто понимать о том, что, например, человек может выпить один раз за всю свою жизнь, например, его девушка бросила, и он сядет за тачку, и тебя случайно, прикинь, задавит. И ты вроде как, и чел вроде как даже условно, ну, не то, что не виноват, ну, сам понимаешь, да, чел не пьет, один раз выпил, да, и за руль тебя сбил, а твоя жизнь закончилась. Вот такого типа, представь, я, знаешь, историю прочитал про 1xbet, основатель 1xbet и 1s, он прикинь, тоже не пьет, не курит, вообще миллиардер, да, и у него единственная аллергия была на препарат, который только в Швейцарии используется в суперэлитной клинике, нигде больше такого препарата в мире нет. Он пришел каждый год на обследование, делает, ну, по здоровью, и он умер от этого препарата. Прикинь, какая он в 30 лет, миллиардер, просто, ёб твою мышь, я в афиге, сидел, читал эту новость. Да, это ты мне напомнил вчера, ну, треш-ток будет, то, что там бомбили, Израиль там вчера бомбили, когда там видеокамера показывается, там один единственный погибший, по-моему, был. Идет тип, и на него просто болванка эта там статонная падает, ну, бомба, но она уже пустая, просто на него падает, ну и все, как быть. Площадь. Он просто шел, и именно на него, понимаешь, с неба вот этот кусок железяки упал. Это же, это, какой шанс, ебать, что именно в то время, в ту секунду, именно по той траектории он шел, куда просто упал рояль ему на голову, вот так вот, можно сказать, да? Это да, это да. Я представляю, слушай, ничего в прошлом нельзя изменить, это вот меня прикалывает. И знаешь, у меня, в общем, я тебе вот посоветую книгу, очень хорошая, такое, знаешь, я тоже очень скептически отношусь к людям, да, которые советуют, когда их советы не просят, но я тоже, может, зрителям, да, посоветую, раз они смотрят, да, не тебе, а зрителям. Марк Аврелий, наедине с собой, мне очень понравилась его фраза, все, что я могу потерять, все, что у меня есть, это настоящее, и только его я и могу потерять. Прям изменила жизнь эта книга. Да, что там машины, деньги, все это. Это название книги прям такое? Марк Аврелий, наедине с собой, название, это один из лучших императоров, тоже, сейчас я расскажу историю, представь, он сын сенатора. Это не друг Марка Антония? Вот честно говоря, нет, это Марк Аврелий, то есть Марк Антония, я точно не знаю, может, это один из его учителей, я точно не знаю, представь, родился человек в семье сенатора, и его учили лучшие философы тогда, вот, которые, представь, которые книжки мы читали. При Риме тогда. Да, 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 вот прям философы, прям известные, да, его были учителями, при том наедине с ним, и потом вот он стал императором, и как он, как он, в общем, какие у него мысли, в общем, очень интересный человек, я бы хотел с ним поговорить. Ну, и это можно сделать благодаря книге, поговорить с ним. Я, кстати, представь, я раньше... Еще раз скажи, я у меня не записался. Марк Аврелий наедине с собой. Представь, я раньше думал в детстве, вот, вот это, блин, скулка, это, типа, например, был Стив Джобс, условно, а он умер, короче, я не могу с ним поговорить. Я, ну, не то, что, знаешь, вот понял, вот, знаешь, хотел бы, да, поговорить с Шейном, а его нет, да, еще другое, а потом я понял, можно же прочитать книгу, и вот все, что он хотел сказать, он сказал. Ну, конечно, может, не все, да, но часть, по крайней мере. Я вот так про Сергея Пателевича Мавроди прочитал, там, то есть я тоже раньше думал, блин, как вот с ним поговорить, а у него в книгах все написано, с ним можно поговорить. Я, вот, для меня это было открытием, что, представь, и тоже, вот, даже, прикинь, мы умрем, короче, а это интервьюшка останется, может, там, кто-то смотрит вообще из наших родственников.